Привет, друзья! Вот уже ровно год, как мои фриланс-проекты стали для меня основной работой. До этого, как и многие мои друзья-музыканты, я работал на контрактах, играл там, где позовут. Ну, в принципе, вы понимаете. Сама идея удаленной работы пришла ко мне примерно три года назад. Но это не была конкретная идея, это была больше абстрактная мечта. Работать где угодно, жить там, где хочется, заниматься любимым делом и ни от кого не зависеть. Начало всемирного карантина было для меня знаком, что другого пути у меня нет. А альтернатива – это развозка еды, работа в такси, ну, возможно, какая-то корпоративная работа, офисная. Так как у меня еще есть образование маркетолога. За 8 месяцев достаточно тяжелой работы я вышел на приемлемый для меня и моей семьи доход. Но при этом я старался не превратиться в растение возле моего компьютерного стола. Я пытался не потерять слух и все время работал так, чтобы работа не надоела мне. Я еще раз повторяю, что я занимаюсь исключительно музыкой, но мой опыт, возможно, будет полезен людям любых интеллектуальных профессий. Я поделюсь открытиями, которые сделал за это время и надеюсь, что это поможет вам сделать правильный выбор, не совершить каких-то ошибок и, возможно, понять, нужен ли вам фриланс вообще. Самое главное – понять, что фриланс – это работа. И каждый проект вы берете на себя ответственность. Неважно, работаете ли вы над какими-то проектами для заказчиков, либо у вас есть свои какие-то проекты, продукты, вы берете ответственность либо перед кем-то, либо перед собой. Но всегда вы единственный человек, который отвечает за свою работу. Следующий момент – это стабильность. Вы обязаны принять тот факт, что стабильность – это миф. Мир меняется постоянно. Все, что угодно, может рухнуть в любой момент. Поэтому нельзя надеяться на одну фриланс-биржу, на один маркетплейс, невозможно надеяться на одну платежную систему и так далее. Единственный способ получить относительную стабильность – это постоянно расти, постоянно учиться, развиваться и быть готовым измениться. В данный момент я работаю на Fiverr, я зарегистрирован на Upwork, работаю еще с несколькими сайтами для сессионных музыкантов. У меня есть несколько проектов с компаниями-производителями музыкальных шкатулок. Также я периодически пишу музыку для стоков и музыку для каких-то заказчиков. На самом деле я вижу еще очень много путей развития для себя. Но, к сожалению, на все не хватает времени. Сейчас я расскажу вам про минусы фриланса. Первый и самый главный минус – это то, что не все готовы брать на себя ответственность. И если вы привыкли жить по накатанной, то фриланс в принципе не для вас. Второй минус – это постоянный доход. Фрилансер вообще не может планировать свой доход. У нас есть только возможность минимизировать свои риски, работая с различными платформами, разными заказчиками и с разными проектами. И еще один очень важный риск – это я бы назвал его личностным риском. Работая дома, вне общества, вы рискуете стать изгоем, фриком, каким-то немытым панком. И это не шутка. Я действительно видел во Вьетнаме таких фрилансеров, что их уже в пору было спутать с бомжами. И выход здесь только один – это давать себе отдыхать, жить социальной жизнью и постоянно пересматривать свои цели. На своем опыте я понял, что уже хожу в супермаркет для того, чтобы пообщаться с продавцами. Я сразу же забил тревогу. И сейчас мне на самом деле очень помогает этот проект «Фриланс Мьюзик», так как я общаюсь с очень большим количеством хороших и интересных людей. Я возобновил работу своей группы «Брятс Бэнд». И сейчас мы сняли несколько видео. И, в принципе, это очень интересная работа. Также я пытаюсь путешествовать, читать книги. Но самое интересное, что я не знаю, что будет завтра. Но просто верю, что завтра будет намного интересней. С вами был я, Евгений Казанцев. Это канал «Фриланс Мьюзик». Подписывайтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно мне пишите. А я желаю всем заниматься любимым делом. И пусть это вам принесет успех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!